В муниципальном предприятии трамвайно-троллейбусное управление проходит первый этап городского конкурса профессионального мастерства среди водителей трамвая. Отборочный тур уже состоялся в городском трамвайном депо, а 11 и 12 мая состязания организуют в Северном и Кировском трамвайных депо. Заключительный этап общегородского конкурса состоится 19 мая. Победителей делегируют на всероссийские соревнования. По информации дирекции ТТУ региональную столицу представят два лучших вагона вожатых. Совершенствованию профессионализма сотрудников транспортного предприятия всегда уделяется повышенное внимание, особенно в год педагога и наставника, пишет телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. 3 мая добровольческий отряд «Волжское серебро» Самарского дворца ветеранов вместе с воспитанниками Самарского торгово-экономического колледжа «Феникс» присоединились к всероссийской акции «Георгиевская ленточка», сообщает телеграм-канал департамента опеки. Попечительство и соцподдержки Самары. Акция проходит с целью сохранения памяти о воинах, погибших при защите Отечества, и приурочена к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. «Георгиевская ленточка» является символом героизма, воинской доблести и славы защитников России. В преддверии 9 мая по всей стране проходят масштабные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. Одним из них стала Всероссийская патриотическая акция «Окна Победы», которая проходит с 1 по 9 мая. Жители украшают окна квартир и домов георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов. Символы, которые наносятся на окна, можно изобразить с помощью красок, вырезать трафареты из бумаги, выложить стикерами или другим образом. Это зависит от фантазии участников. Посмотреть работы в социальных сетях можно по хэштегу «Окна Победы». К акции может присоединиться любой желающий, информирует телеграм-канал администрации Кировского района.